Ненецкий язык будут изучать в 13 школах округа, не факультативно, а как обязательный предмет. Типа ся на курсь, играть, едей пусть, кататься, линзер. Вот так звучит настоящая ненецкая речь в эфире нашей телерадиокомпании. Часто ненецкий язык можно услышать и в программах Тиньвана. Необходимость владения национальным языком подчеркнула Юлия Талеева, ведущая программы Аргиш на радио Наринмар-ФМ. Человек, владеющий своим родным языком, владеющий другим языком, это человек, входящий в несколько культур. Мы же с удовольствием изучаем культуру русского народа, с удовольствием говорим на русском языке, читаем, пишем, говорим в большинстве. И так же у нас должно быть и со своим родным языком. Большую роль должны здесь сыграть и наши родители. Владение национальным языком зависит не только от родителей. Поэтому в округе принято решение, что ненецкий язык вводится в школе-посёлка Красное с 1 по 4 классы, в НИСИ с 1 по 9, в ОМЕ в 3, 4, 6 классах. В качестве обязательной дисциплины ненецкий язык в прошлые годы изучали 616 детей. В Ненецкой школе-интернате имени Пырерка, школе-посёлка Ваучейский, санаторной школе-интернат Наринмаре и в школах 10 сельских населённых пунктов. Харивер, Андик, Бугрино, Нельминнос, Каратайка, Устькара и Индига. Методические рекомендации для педагогов разработали в региональном центре образования Ненецкого округа. Для организации качественного обучения и дисциплины необходимо обеспечить школы учебниками и оборудовать кабинеты. Финансовые средства на эти цели выделены в рамках социально-экономического сотрудничества с недропользователями. До конца текущего года будут закуплены и поставлены компьютеры, интерактивные доски и другое оборудование. Более трёх миллионов рублей будет направлено на печать учебных пособий, букварей, дидактического материала, методичек для преподавателей в издательстве просвещения. Татьяна Поздеева, Ирина Цепитова, Телеканал Север.